Привет! Если зимой вы увидите на улице человека с картонной коробкой на голове, не торопитесь считать его сумасшедшим. Возможно, наоборот, он очень сообразительный и таким образом защищает лицо от снега, пока чистит машину. Бюджетный вариант с горячим душем выглядит именно так. Ну да, ведь нет никакого закона, который запрещает использовать термопод как водогрейку для мытья. Вы все еще расстроены, что у вас нет велосипеда? Вместо того, чтобы расстраиваться, сделайте его самостоятельно. Например, из старой кровати. Фактория вам плохого не посоветует. И вообще, велосипед можно изготовить из чего угодно, было бы желание. Например, парочка пустых бочек прекрасно заменяет колеса. Получается этакий велосипед-каток. Если вы постоянно теряете дома пульт от телевизора, то вам наверняка поможет такое небольшое и очень полезное устройство. Называется кусок рельсы. Если цепью прицепить к нему пульт, то потерять его станет достаточно сложно. Нужно слить воду от вареных макарон, но на кухне потерялся дуршлаг? Вообще не проблема. Тащите сюда теннисную ракетку. Главное владельцу ракетки об этом издевательстве не рассказывать. Зато можно рассказать всем подписчикам Фактории, что вы встретили интересного в этом мире. Для этого нужно просто присылать ваши фотографии по ссылкам в описании. Знакомьтесь, противоугонная система-якорь. Можно быть абсолютно уверенным, что никому даже в голову не придет украсть ваш мотоцикл. Правда, есть один нюанс. Существует вероятность, что и самому тоже никуда уехать не получится. Чистить дороги от снега можно разными способами. Например, можно использовать старые реактивные двигатели от истребителей. Очень действенный метод, правда немного шумный. Нет, никто не сошел с ума и не хранит утюг в морозилке. Таким нехитрым способом они додумались ускорить процесс разморозки. Хотя есть большой вопрос, как эта процедура скажется на обоих приборах. Зачем пристраивать к дому веранду? Это ведь так сложно. Можно сделать так. Берете старый автобус, лепите его прямо к стене, и вот у вас уже готовая застекленная веранда. На улице снегопад, и нет никакой возможности отправиться на пробежку? Не надо искать отговорок. Ставите на улице беговую дорожку и бегайте, как ни в чем не бывало. Не так-то просто вскипятить чайник на утюге. Сначала нужно создать устойчивую конструкцию из ботинок, которая будет удерживать это все безобразие в вертикальном положении. Отважный предводитель газонокосилок ведет свой клин техники на юг, на зимовку. А вообще-то вы только представьте, сколько времени он экономит, производя стрижку газона по такой системе. Бюджетный освежитель воздуха для самых ленивых выглядит именно так. Просто возьмите сухой дезодорант и примотайте его к вентилятору. И зачем нужно размораживать лед в морозилке, если можно пойти на улицу и наломать сосуль, который очень стильно смотрится в стаканах с любыми напитками? Хозяевам собаки надоело, что ее длинные уши постоянно пачкаются во время еды. Поэтому они решили проблему гениально. Завязали уши резиночкой. Ну, хорошо, хоть не в узел. Ну что ж, если не освоил функцию увеличения на экране, то приходится решать проблему именно так, примотав увеличительное стекло к собственному глазу. Нет удобного крепления для шторки в душе? Тоже мне нашли проблему. Тащите сюда вешалки для одежды. Вам когда-нибудь приходило в голову, что сломанную ножку стула можно заменить стеклянной бутылкой? Вот и мне не хватало фантазии. А люди пользуются методом. Вешалки – вообще незаменимая вещь в доме. Из них можно сделать классную подвесную систему для планшета. А главное, такую ни за какие деньги нигде не купишь. Запоминайте способ, как можно подогреть пончики, если у вас нет микроволновки. Всего лишь обогреватель, вилка и немного терпения решат эту проблему. Если в доме выключили электричество, то не забывайте, что любой обед можно подогреть на свечах. Да, не очень удобно, зато очень романтично. Если сломалась подножка мотоцикла, это еще не повод ее ремонтировать. Вы в курсе, что она прекрасно заменяется любым куском доски? Вообще-то, мне кажется, что этот ноутбук скорее мертв, чем жив. Однако нельзя отказать в находчивости человеку, который заменил корпус на коробку от пиццы. Сломалась пряжка ремня? Да ну и что? Вилк-то у вас не сломалась, правда? А ей прекрасно можно застегивать ремень. Девушка решила, что ее рыбки слишком одиноко в аквариуме, поэтому добавила ей друга. Ну, в общем, она приклеила пластиковую рыбку снаружи, и интересно было бы узнать мысли настоящего жильца аквариума по этому поводу. Но, учитывая, насколько короткая память у рыб, я думаю, они отлично проведут время. Чтобы не искать постоянно в доме открывашку, мужчина просто прицепил ее к ошейнику своей собаке. Поэтому теперь открывашка прибегает к нему сама по первому зову. Когда в следующий раз сломается бритвенный станок, не спешите покупать новый. Плоскогубцы полностью решают эту проблему без лишних затрат. Не знаете, куда деть коллекцию пустых банок? Удивите соседей, сделайте уникальную отделку вашего балкона. Интересный способ не только послушать музыку, но еще и мышицы подкачать. Если есть такие же цели, то попробуйте сделать себе переносную колонку из бетонного блока. Радикальный способ снизить температуру своего компьютера выглядит именно так. Подключайте его напрямую к вентиляции, и это наверняка поможет. Но это не точно. Если у вашего кресла не вовремя сломается колесико, просто помните, что его всегда можно заменить консервной банкой. Пользоваться этим приспособлением можно, пока не проголодаетесь. Это самое необычное крепление кондиционера из всех, что только можно было придумать. Как вам такой парящий вариант? Ну а что, свою функцию полностью выполняет, а значит все нормально. Не нашлось вилки для обеда? Не беда. Зато всегда можно сделать импровизированные палочки из карандашей. Человек явно очень хотел себе машину, но денег хватило только на велосипед. Ну, в целом, велосипед с автомобильным рулем тоже смотрится неплохо. Парень занимается видеосъемкой, и чтобы получить хорошие кадры, ему пришлось соорудить вот такое крепление для камеры. Честно говоря, доверять дорогущую камеру такому приспособлению как-то страшно, но что поделать. Это самый странный способ починить разбитое зеркало заднего вида. Вам бы пришло в голову заменить его смартфоном со включенной камерой. Однако, как видите, метод рабочий. Если у вашего чемодана сломалась ручка, это еще не значит, что ему пора на свалку. Ручку всегда можно заменить водопроводной трубой, и пусть все думают, что так и было задумано. И это такой эксклюзивный дизайн. Отвалилась дверь, и ее нужно срочно повесить на место? Вообще не вопрос! Тащите сюда шлепки. Да, оказывается, они прекрасно заменяют дверные петли. Когда нужно большое количество свежемолотого перца, это не значит, что вам придется полчаса крутить перцемолку вручную. В конце концов, для этого есть дрель. Кольца для душевой шторки? Ха, покупать? Да вы нормальные вообще! Вы в курсе, что кабельные стяжки идеально решают эту проблему практически бесплатно? Интересный способ уберечь машину не только от ливня, но даже от потопа. Просто заверните ее в пакет, как гигантский подарок. Если у вас тоже есть классные фотографии, которые могут удивить всех подписчиков Фактории, то не стесняйтесь присылать их по ссылкам в описании. Срочно нужно высушить носки? Фен придет на помощь, и неважно, насколько странно выглядит фен в носках. Главное, что способ работает. Интересный вариант пересылать хрупкие предметы почтой. Вроде бы залить стеклянные банки монтажной пеной звучит как хороший план до тех пор, пока не начнешь их оттуда выковыривать. Зачем мучиться с креплением душа к стене, если можно раздобыть баллончик монтажной пены и приклеить душ один раз и навсегда? Именно так, по мнению некоторых, нужно чинить протекающий потолок. Ну а что, на голову не капает. Мне особенно понравилось, что люстру стали использовать как место для сбора воды. Это уже получается практически фонтан. Если стол кажется вам слишком низким, это не значит, что его пора менять. Это значит, что нужно прибить к нему до щечки. И неважно, что до этого он был на колесиках. Покупать специальные подставки для телефона? Это вариант для богатых. Простые смертные обходятся резиночкой на коленке. Идти гулять в лес босиком – не самая хорошая идея. Это, понимаешь, буквально через несколько шагов. Проблему удалось решить при помощи перчаток. Впрочем, человеку повезло, что у него размер рук и ног одинаковый. Вам досталась комната с ужасным видом из окна? Ну и что, картины-то для чего придумали? Вешайте любой пейзаж и наслаждайтесь. Чинить дыру в стене – это для слабаков. Лучше просто оформить ее как скворечник. Хорошее освещение во время чтения – это действительно важно. Поэтому не стоит стесняться, если вам потребуется прикрутить к потолку торшер. Как вам такая водосточная труба ручной работы? Можно, конечно, посмеяться, но вообще-то она послужит не хуже, чем металлическая. Один карабин и парочка металлических хомутов прекрасно заменяют отбитую ручку на кружке. А ведь кто-то мог сказать, что ей дорога в мусорку. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!